Жители Архангельска удивили квитанции за капремонт. Даже у тех, кто исправно платил, числились долги за несколько месяцев. Люди каждый день занимают очереди в офис регионального фонда капремонта, чтобы разобраться с этим вопросом. Руководство фонда объясняет, система сбора платежей новая, потому нуждается в корректировке. Юлия Майданова расскажет о том, как правильно платить за капремонт. Люди занимают очередь в офис фонда капремонта с утра. И у большинства один и тот же вопрос. Исправно платили за все месяцы, но вдруг приходят квитанции, в которых уже оплаченная сумма числится как долг. Плательщики в замешательстве. За капитальный ремонт я получила квитанцию за март месяц. Я его, конечно, заплатила, но у меня там идут долги почти за все, кроме одного месяца, только который был заплачен за ноябрь. Поэтому я пришла разобраться, что если нам не сообщают, что мы оплатили, нам что потом в суды доказывать идти, что мы оплатили, или еще куда-нибудь. Потому что потом я окажусь в долгу опять. За все месяцы заплатила, и снова идут долги. Как это так получается? Выходит, потом мы будем платить еще вдвойне. Руководство фонда поясняет, новая система оплаты только начала работу, и сотрудники столкнулись со множеством сложностей. Не все платежи успевают зачислить и отразить в квитанциях. Платежи проходят с определенной задержкой в связи с тем, что на первоначальном этапе выпуска квитанции регионального оператора были технические сложности, и в установленные сроки мы квитанции выпустить не смогли. Здесь собственникам не стоит беспокоиться, как все платежи у нас будут учтены и отражены в квитанции. В другой момент, что на плавный выпуск квитанции мы планируем выйти в июле месяце. То есть в июльских квитанциях, как обещают в фонде, будут уже точно обозначены все платежи и задолженности. Но причина задержек начислений не только в этом. Проблемы возникают и у организаций, которые непосредственно собирают деньги с жильцов. К примеру, на почте России в нескольких районах долгое время не могли внедрить электронную систему начислений. В некоторых банках произошел неверный учет платежей. Также ошибки в начислениях могут случаться из-за неточности в документах собственника. А некоторые плательщики пока и вовсе не получили ни одной квитанции. Я не возражаю платить за капремонт, понимаешь, что вроде бы надо. Но вот уже сегодня май, и уже июнь точнее, а я пока еще ни одной квитанции не получал. Причем, что интересно, в доме я знаю, что некоторые пришли, а некоторые нет. В региональном фонде говорят, сейчас основная проблема в работе – отсутствие полной единой базы собственников жилья области. Эта информация содержится в разных организациях. Мы попросили в свое время органам местного самоправления оказать нам помощь в получении, предоставлении данных, в связи с тем, что органы власти имеют более свободный доступ к этим информационным ресурсам. К сожалению, далеко не все администрации муниципальных образований, в том числе и крупных населенных пунктов, крупных городов пошли навстречу региональному оператору и не стали нам с нами сотрудничать в этом плане. К сожалению, здесь региональный оператор пришлось самостоятельно решать все эти вопросы. Кроме того, люди переживают из-за начислений по льготам. Вроде льгота положена, но в квитанции все равно числится полная сумма. Человек, получая квитанцию, должен оплачивать 100% той суммы, которая там обозначена. Льгота ему уже возвращается органами социальной защиты населения по тем путям, по тем механизмам, которые у него с ними согласованы. В квитанции должна быть прописана сумма положенной льготы. Если такой графы нет, льготнику необходимо обратиться в фонд для разрешения всех вопросов. Все эти сложности расчетов вызывают у людей множество опасений. Мы до сих пор не знаем, мы платим в общий фонд региональный, а где потом деньги сянут? Потому что собрания по поводу открытой или неоткрытой не было. Торн, наша управляющая компания, не получила сейчас лицензию. Где эти деньги будут, откровенно говоря, никто не знает. В фонде рассказали, собираемость платежей по капремонту в нашей области 34%. В этом году проведение работ запланировано в 125 домах. Однако, если собственники не погасят долги, то ремонт смогут провести не везде. В фонде капитального ремонта советуют, если вам пришла квитанция с долгом, но вы уверены, что уже оплатили эту сумму, то вносить средства нужно только за текущий месяц. Все квитанции во избежание недоразумений нужно сохранять. Уклонение от уплаты взносов по капитальному ремонту может выйти дороже самому собственнику. Могут начислить пене и даже подать в суд. Юлия Майданова, Сергей Земских, Михаил Шокур, Новости РНТВ, Архангельск.